Вера в Бога И наука несовместима, но реальная жизнь показывает абсолютно обратное. Дело в том, что все ведущие научные открытия мировые сделаны именно христианами. И интересно также то, что христиане стояли и стоят у основания многих современных наук. И вот педагогика как наука, мы занимаемся с вами историей педагогики, она тоже основана христианами. Вот это как раз представляет для всех нас очень большой интерес. И основания этой науки персонифицированы, есть основатель, это Ян Амос Каменский, выдающийся деятель чешской национальной культуры и выдающийся деятель христианского движения чешских или маравских братьев. На прожих грекциях мы говорили с вами о том, что к 17 веку сложились все условия, все предпосылки для создания педагогической науки. Вот Ян Амос Каменский как раз и явился этим самым основателем. Даты его жизни следующие. Он родился 28 марта 1592 года и ушел в вечности 15 ноября 1670 года. То есть он прожил довольно-таки такую длительную жизнь. К сожалению, у нас сейчас нет возможности подробно анализировать его биографию, хотя это было бы полезно и, может быть, кому-то эти лекции будут побуждать к более детальному изучению биографии этого замечательного христианина. Биография очень важна для того, чтобы, например, понять то или иное явление, или ту или иную науку, или то или иное событие. Например, чтобы понять христианство, нужно снять жизнь Христа. Чтобы понять, что такое педагогическая наука, ее создание, нужно изучать биографии основоположников или выдающихся деятелей этой науки. И поскольку личность, она всегда накладывает отпечаток на то или иное явление, то или иное явление, ту или иную науку. Понятно, что на христианство наложил отпечаток личность Христа, а на педагогическую науку, конечно, наложил отпечаток личность Яна Амоса Каменского. И мы в данный момент сможем только поговорить об особенностях его биографии. То есть мы не будем сейчас углубляться в подробности, в детали. Это можно сделать и самостоятельно, потому что существует огромный пласт литературы биографической о нем. Но я хотел бы обратить внимание на следующие моменты в его биографии. В своей жизни Яна Амоса Каменский очень гармонично сочетал активное служение церковное в движении чешских или маравских братьев и научную деятельность. Научную деятельность. Причем в самых разнообразных сферах. В сфере философии, в сфере филологии, в сфере географии, в сфере истории, в сфере естественных наук и так далее, и так далее, и тому подобное. Это очень такой разносторонний был человек, который своей церковной и своей научной деятельностью занимался в экстремальных условиях. Вот всегда в экстремальных условиях, а именно в условиях гонений и преследований. Так сложилось исторически, что движение чешских и маравских братьев подвергалось репрессиям, в частности в 17 веке в Восточной Европе. И само положение маравских братьев было довольно сложным, как вообще положение евангельских верующих в этот период в Европе. Но вот тем не менее, невзирая на все коллизии, все трудности этого времени, Яна Москаменский был эффективным служителем и одновременно эффективным ученым. Но вот очень часто некоторые служители церкви и сейчас, да и прежде, жалуются на то, что ну вот мы не можем заниматься какой-то научно-церковной деятельностью, потому что вот мы все погрузились в служение Богу, очень много всяких тягостных обстоятельств политических, экономических, вот мы не можем себя вполне реализовать. Вы знаете, это отговорка, это отговорка, потому что вот жизнь Яна Москаменского, она показывает обратно, что возможно, да, эффективное служение Богу, эффективное занятие наукой, науками, многочисленными науками, вот, в условиях, ну явно для этого не подходящих. То есть вот очень важна мотивация и желание, и желание. Вот если есть желание, то Бог эти желания благие всегда поддержит. И я думаю, Скаменский, вот он и явился создателем педагогической науки, и если кто-то желает подробно ознакомиться с его трудами, они переведены на практически очень большое количество иностранных языков, с чешского языка и с латинского, на которых он писал, то, конечно, вот стоит познакомиться с такими вот трудами, как «Великая дидактика», написанная им в 1632 году, а также с другими трудами, например, «Сокровище с чешского языка», «Лаберинт мира и раб сердца», «Открытая дверь языков и всех наук», «Мадеринская школа», «Пан София», «Школа-игра в виде пьес», «Мир чувственных вещей в картинках», «Единственное необходимое» и так далее и тому подобное. Интересно, что Ян Волос-Каменский также написал массу учебников для школы по физике и астрономии, и не менее интересно то, что эти учебники, хотя они были написаны в 17 веке, они не утратили своей актуальности до сего часа. Вот это как раз и интересно. Ян Волос-Каменский создал теорию воспитания. Мы говорили с вами, что педагогика есть что? Это есть наука о обучении и воспитании. То есть это совокупность глубоких знаний по обучению и воспитанию для последующей реализации в повседневной жизни. И вот интересно, что Ян Волос-Каменский четко определил цель воспитания. Цель воспитания. Прежде, вот мы говорили об этом на предыдущих лекциях, о том, что воспитание в основном касалось, так сказать, этических вопросов. Этических вопросов, вопросов поведенческих. Вот. И не всегда вот цели воспитания виделись конкретно преподавателям, то есть тем людям, которые занимались воспитанием. Вот. А вот Ян Волос-Каменский очень четко сформулировал цель воспитания. Она очень интересна. Это подготовка к жизни человека в Царстве Божьем. Это очень интересно, потому что обычно, даже и сейчас, вот, ну, кого не спроси, да, все скажут, что, ну, да, вот, воспитание занимается, вот, подготовкой человека, да, вот, к правильному поведению в повседневной жизни. Вот. В этой, да, нашей вот земной жизни. Вот. Но это так. Но это очень узенький взгляд, потому что человек на земле живет, ну, определенный период. Очень важно научиться жить в этой жизни, да, но надо уменьшить и там. Нам придется там жить. Вот. А как вот там жить? Как вот получить воспитание, которое бы было адекватно? Вот этим как раз и занимался Ян Волос-Каменский. Вот. И он считал, что существует три ступени воспитания. Первая ступень. Первая ступень – это умственное воспитание. То есть познание себя и окружающего мира. То есть человек должен уметь постигать самого себя. Он должен знать, на что он способен, да, а на что он не способен. И он должен постигать окружающий мир. То есть он имеет должен адекватное представление о самом себе и об окружающем мире. То есть это умственное воспитание. Очень важно научить человека думать. Мы, честно, полагаем, что мы все умеем думать. На самом деле это не так. Почему? Потому что в любой какой-то критической ситуации мы как-то рассуждаем? Как мы говорим? Не знаю, что и думать. Как я до этого не додумалась или не додумался? Вот это, вот о чем он говорит. О том, что очень важно воспитывать интеллект. Это первая ступень воспитания. Вот. И это очень важно, потому что… И в вопросах веры также. Потому что наша вера какая? Христианская, сознательная. Мы знаем, в кого и как, каким образом мы верим. Но для того, чтобы иметь сознательную веру, нам нужно иметь, в общем-то, хороший интеллект. Это факт. Вторая ступень воспитания по яму Мозу Каменского – это нравственное воспитание. Нравственное воспитание. То есть, иначе говоря, это управление самим собой. Ну, еще Аристотель этим вопросом задавался в Древней Греции. И он очень интересно говорил, Аристотель, дедушка Аристотель, да? Что чем умный человек отличается от глупого? По мнению Аристотеля, умный человек от глупого отличается тем, что умный в состоянии управлять своими эмоциями. А глупый – нет. Он не может управлять своими эмоциями. То есть, очень важно учиться властвовать собой, да? Управлять собой. Вот. То есть, это довольно сложно. Но это возможно. Ну, в Библии мы читаем, но ничего невозможного для христианина. Вот. И поэтому Яна Мозу Каменский говорил о том, что очень важно нравственное воспитание. То есть, очень важно научить человека владеть собой. Ну, бывают всякие вот ситуации у каждого человека в жизни, да? И, наверное, есть такое выражение русское. Человек выходит из себя. А зачем вы хотите из себя? Ну, надо в себе находиться. Вот. И уповать перед этим на Бога. Управлять собой. Вот это сложно? Да. Но это возможно? Да, возможно. И третья ступень воспитания, самая главная, это устремленность к Богу. То есть, это духовное воспитание. Но эта устремленность к Богу, она как раз и связана с первыми ступенями воспитания. То есть, понятно, что познавать себя, окружающий мир, довольно сложно, да? Управлять собой не менее сложно. И какой выгод напрашивается? Каким образом, все-таки, этого достичь можно? Вот решить две первые задачи. Только с помощью Бога, да? То есть, очень важно иметь эту устремленность к Богу. Это и есть духовное воспитание, духовное воспитание. Вот. И устремленность к Богу всей сути человека. И его души, да? И его духа, и его интеллекта, и его эмоции, да? И даже его физиологии, да? Потому что, например... Причем тут физиология? А при том, что, например, когда мы молимся, мы же, в общем-то, расходуемся, в том числе и физически, да? Или когда мы занимаемся миссией христианской, да? Несем какое-то другое служение. То есть, вот очень важно, чтобы была вот эта устремленность к Богу всей сути человека, да? Нельзя быть христианином от 10 до полу второго, да? Вот. То есть, если ты христианин, то ты христианин не только в церкви, ты дома, и на работе, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ты христианин везде. Не может быть христианин на 20%, а на 80% там заливающийся какого-то человека. То есть, если ты христианин, то на 100% из момента в момент. Вот. Поэтому, вот, конечно, этот вот аспект очень важен, именно когда речь идет о теории воспитания. Интересно, что Яна Москаменский подчеркивал необходимость взаимосвязи начального, среднего и высшего образования. То есть, по ему мнению, оптимальный вариант – это единая школа в масштабе страны. Это очень интересная идея, очень интересная идея, потому что вот и во времена Яна Москаменского, и вот в наше время, в том, в котором мы с вами живем, все-таки мы наблюдаем, что существует некий разрыв между начальным, средним и высшим образованием. Вот. Я приведу такой пример, ну, простите, как бы, да, любой публичный наступающий человек, да, это такой идеальный мальчик для питья. Вот. Я просто расскажу о собственном опыте. Вот. Я учился в средней школе. И учился очень хорошо. То есть, я был уверен уже к моменту окончания школы в том, что, ну, я готов к тому, чтобы учиться в ВУЗе. Да? Вот. То есть, я считал, что я очень знающий такой молодой человек. Вот. Я поступил в ВУЗ, что нормально. Но, когда я поступил в высшее учебное заведение, я начал там учиться, я понял, что я абсолютно ничего не знаю. Или знаю какой-то минимум, 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 меньше и меньше. Это был не приступ самопичевания. Я с малых лет отличался реализмом всегда. То есть, у меня, вот, ну, люди все разные, да, вот я, например, редко, когда испытываю иллюзии. У меня такой неиллюзионный взгляд на предмет. Я предпочитаю видеть жизнь такой, какова она есть, а не какая там она должна быть и прочее. Вот. Прежде всего, какова она есть. Вот. Ну, в каждой избушке свои погремушки. Каждый человек особенный. Вот. И я понял, что, в общем-то, я знаю очень мало. И почему я это понял? А потому, что, к сожалению, школа средняя, в которой я учился, она оказалась очень средней. То есть, не было связи между, вот, базовым моим образованием и тем, что, чем я занимался в институте. Мне приходилось очень тяжело, хотя я и в институте учился хорошо. Вот. Но, вот, я на Воскаменске еще в 17 веке надо обращал внимание, что очень важно, чтобы начальная школа была связана с средней, синией, с высшей школой. Вот. И тогда человеку будет легче учиться. Конечно, я на Воскаменске делал особый акцент на начальном образовании. Вот. В общем-то, что оно должно быть всеобщим для детей обоевого пола вне зависимости от их социального статуса. Это очень важно, потому что, мы уже говорили в предшествующих лекциях с вами о том, что, например, в первобытный период, да, обучение и воспитание, оно было очень часто связано с имущественным положением, да, воспитанника. Мы об этом уже говорили. Так вот, Яна Воскаменске считал, что начальное образование, да, самое стартовое, да, оно должно быть всеобщим для детей обоевого пола, для мальчиков, девочек и вне зависимости от их социального статуса. По мнению Яна Воскаменского, школа, да, как институт, в чем речь идет не только о начальной школе, вот, речь идет о средней школе, а о высшей школе, вот. Школа, по мнению Яна Воскаменского, должна быть мастерской радости, вот, ну, есть она должна быть оптимистичной, что стимулирует обучение и воспитание, вот. Это очень важно, очень важно, потому что, вот, процесс обучения и воспитания, он очень тесно связан, и вообще процесс познания, да, он очень тесно связан с эмоциональным состоянием человека, да. Вот, вот, почему, например, некоторые дети или студенты в высших учебных заведениях плохо учатся, да, вот интересное вопрос. Это не потому, что они глупые и тупые, вот. Дело в том, что им не интересно, да, то есть это вот эмоциональная сторона дела. То есть в школе, например, ученику по ряду причин может быть неинтересно, да, или ему там некомфортно, вот. Почему, например, некоторые дети, да, сбегают с уроков, да, пропускают уроки, неохотно идут в школу, потому что плохо там, им абсолютно там неинтересно, вот. А по каким, например, предметам мы с вами все успевали в школе? По тем предметам, которые читал, которые нам были интересны. Мы успевали по тем предметам, которые преподавали хорошие учителя, добрые, порядочные люди, вот, понимающие люди, понимаете. Вот это вот как раз очень важно, вот. И я на вопрос Каменский говорю, что школа должна быть мастерской радости, то есть человек должен стремиться в школу, а не думать, скорее бы отсюда не стянуть. Вот. Я просто, вот, как и каждый человек, имею такой опыт, что учился и негативный в школе, хотя, опять же, я учился хорошо, вот. Но, тем не менее, вот, например, мы, вот, в школе со страхом просто, с животным просто, страхом хотели на руки математики. Почему? Потому что преподаватель математики к нам относилась плохо. Плохо. Поэтому у нас многие не успевали, потому что преподаватель вот постоянно унижал учеников. И я помню, я всегда очень аккуратно готовил руки, такой очень дисциплинивный человек. И меня вызывают в доске, вот я решаю примеры, и все правильно, все верно. Но преподаватель мне ставит тройку, вот. И когда моя мама на родительском собрании, вот, после окончания родительского собрания, спрашивает преподавателя, отчего вы в Володе поставили тройку? А она отвечает, а он на меня с таким надменным взглядом смотрел. Да я на нее не смотрел вообще, я весь погрузился в примеры. Вот. Но дело в том, что, вот, такая была ситуация, например, идет контрольная работа по алгебре, и учитель заходит между парт, и говорит, а вот, значит, сидят с Володовником, с Моисеевым, вот, мои товарищи по учебе, что-то задумались, как будто они что-то понимают. Это при всем классе. Понимаете, то есть это учител унижал учеников вот на каждом этапе. Какая тут радость, какая тут успеваемость. Вот. Понятно, что мы очень неохотно занимались математикой. Почему? Потому что, вот, наши эмоции были отрицательные, а результаты были плохие. Либо они были хорошими, но они не были знаний по математике глубокими. Потому что мы эту математику просто ненавидели. Вот. Это так было, реально. И интересно другое, что когда мы закончили школу, когда мы сдали экзамены по математике, то большая часть нашего класса пошла вот за территорию школы и сожгла учебники по алгебре и по геометрии публично. Понимаете? То есть это вот это. Это ненормально. Это дети, да, поступили плохо. Но почему? Потому что школа для них не была, в общем-то, таким учреждением, ну, скажем так, радостным. Но лично идет о конкретном предмете. У нас были другие учителя. И были обратные примеры. Вот. Но Яново-Скаменский подчеркиваю, что школа должна быть в мастерской радости. Если ученик идет в школу с энтузиазмом, то все будет у него хорошо. В обучении и воспитании Каменский обращал на это большое внимание. Важен принцип наглядности. Он сформулировал золотое правило дидактики, то есть теории обучения. Все, что доступно, должно, доступно слуху, должно быть услышано. Вот. И восприятием школьного материала, по мнению Каменского, большую роль играет и играл физиологический фактор, а также эмоциональное состояние учащихся, о чем мы с вами только что говорили. И он подчеркивал вот эту связь интеллектуальной работы с ощущениями. И, конечно, вот он обращал внимание на то, что чрезвычайно важно знание родного языка, да, потому что язык – это способ выражения мысли. Знание иностранных языков, древних языков. Вот. То есть, почему такой он упор делал на языкознание? Ну, это... Языкознание дает реальную возможность получить больше сведений, да, о жизни. Дед Мускаменский был сторонником классно-уручной системы педагогического планирования во имя систематичности педагогического процесса. Вот. То есть, вот это как раз очень важно. Вот он считал, что вот этот педагогический процесс, он должен быть не анаротичным, он должен быть упорядоченным. Но он не должен быть вот таким жестоким. Вот. То есть, в основе педагогического процесса, в основе обучения и воспитания лежит что? Любовь, да? То есть, это то, о чем мы читаем с вами в Библии. И если резюмировать вот значение деятельности Яна Амозда-Каменского, то это можно резюмировать в двух словах. Ян Амозда-Каменский был отцом педагогики, отцом педагогической науки, основанный на христианском принципе любви.